Проблемы и переживания Физические боли, дискомфорт, анархия ума, эмоциональная Неустойчивость и редкие промежутки блаженного мира Часто переживаются как побочные продукты духовной практики Такие проявления могут не быть столь драматичными Как описанные в двух предыдущих главах Но не представляют значительный интерес для тех, кто их испытывает Ибо обычно интерпретируются либо как вехи Либо как препятствия на пути к себе И в зависимости от принятой трактовки Человек прилагает огромные усилия с целью продлить их или уничтожить Шри Рамана склонялся к уменьшению важности большинства духовных переживаний И если ему о них сообщали Обычно подчеркивал, что важнее осознавать переживающего Чему увлекаться переживаниями или анализировать их Иногда он отвлекался на объяснение причин этих переживаний И время от времени оценивал их как полезные или нежелательные для самосознавания Но в целом был склонен охлаждать интерес к ним Он был более обходителен, когда почитатели просили помощи Чтобы преодолеть проблемы, возникающие в процессе медитации Он терпеливо выслушивал их жалобы Предлагал конструктивные решения проблем И если чувствовал целесообразность То пытался показать, что с точки зрения Атмана Никаких проблем не было Временами возникают яркие искры сознания Чей центр находится вне обыкновенного «я» и кажется всеобъемлющим Не затрагивая философских понятий Что мог бы Бхагван посоветовать мне при работе Над достижением, сохранением и расширением этих редких проплесков сознания? Требует ли духовная практика, проводимая в таком опыте, уединение? Вы говорите «вне» Для кого существует понятие «внутри» или «вне»? Они могут существовать лишь до тех пор, пока есть субъект и объект Для кого же существуют эти понятия? При исследовании вы обнаружите, что они растворяются только в субъекте Ищите, кто является субъектом И такое исследование приведет вас к чистому сознанию, превосходящему субъект Вы говорите «обыкновенное «я»» Обыкновенное «я» — это ум Он имеет ограничения Но чистое сознание лежит за пределами ограничений И достигается самоисследованием Вы говорите «достижение» Но Атман всегда здесь Вы только должны убрать покрывало, препятствующее обнаружению Атмана Вы говорите «сохранение» Как только вы осознали Атман Он становится вашим прямым и непосредственным переживанием И уже не утрачивается Расширение Нет расширения Атмана Ибо он такой, какой всегда Без сжатия и расширения Уединение Пребывание в Атмане и есть уединение Потому что нет ничего чуждого Атману Уединение должно поддерживаться от одного некоторого места или состояния до другого Но нет ничего отдельного от Атмана Уединение невозможно и невообразимо Ибо все есть Атман Абхьяса Духовная практика Это только предупреждение Отклонение от покоя Неотъемлемо присущего вам Практикуется ли Абхьяса или нет Но вы всегда находитесь в своем естественном состоянии Оставаться тем, кем являетесь Без вопросов и сомнений И это и есть ваше естественное состояние Бывают периоды времени Когда люди и вещи имеют смутные, почти прозрачные формы Словно в дремоте Прекращается наблюдение их извне Но имеется пассивное сознание их существования В то время как нет активного сознания Какого-либо вида собственной индивидуальности В уме царит глубокая тишина Означают ли такие периоды Готовность ума к погружению в Атман Или это состояние какого-то нездоровья Результат самогипноза Следует ли поддерживать данное состояние Приносящее временный покой Вместе с тишиной В уме существует сознание Это именно то состояние К которому следует стремиться Факт возникновения вопроса На данной точке Без осознания, что это и есть Атман Показывает, что состояние Является не устойчивым А случайным Слово погружение Применяется тогда Когда еще существуют Уходящие склонности ума И поэтому ум должен быть направлен И повернут вовнутрь Для погружения ниже поверхности Внешних феноменальных проявлений Но зачем погружаться В случае преобладания тишины Не блокирующие сознание Когда я медитирую То временами чувствую Определенное блаженство Следует ли мне в подобных случаях Спрашивать себя Кто это, испытывающий Такое блаженство? Если переживается Подлинное блаженство Атмана Если ум действительно Слился с ним То сомнений Вообще не возникнет Сам вопрос показывает Что настоящее блаженство Еще не достигнуто Все колебания прекратятся Только когда Сомневающийся его источник Будут обнаружены Бесполезно рассеивать Сомнения по очереди Ведь после удаления одного Возникнет другое Им не будет видно конца Но если поиском источника Сомневающегося найдено Что последний действительно Не существует То все сомнения Сразу прекратятся Иногда я слышу Внутренние звуки Что мне делать В этом случае? Что бы ни случилось Поддерживайте Самоисследование Спрашивая Кто слышит эти звуки? До тех пор Пока реальность Не будет достигнута Бывает, что во время Медитации Я чувствую блаженство И на глаза Навертываются слезы В другое время Слезы не появляются Почему это происходит? Блаженство Всегда здесь А не что-то Приходящее И уходящее То, что приходит И уходит Суть творения ума И вам не следует Беспокоиться об этом Блаженство Вызывает физический Трепет тела Но когда он исчезает Я чувствую удрученность И желание испытать его снова Почему? Вы допускаете Что были здесь И тогда, когда Переживали блаженство И тогда, когда Его не было Если правильно Осознать это вы То те переживания Станут незначительными Для достижения Этого блаженства Должно быть Нечто Чтобы ухватиться За него Не так ли? Если вы Собираетесь Ухватиться За что-то еще То вызываете Двойственность А существует Только единый Атман Не двойственный Следовательно Кто должен Схватить Кого-то И что Надо схватить? Когда В моей Садхане Я достигаю Стадии Безмыслия То получаю Определенное Удовольствие Но иногда Испытываю И смутный Страх Который Не могу Как следует Описать Вы можете Что-либо Испытывать Но вам Не следует Удовлетворяться Этим Почувствуете Или вы Наслаждение Или страх В любом Случае Спросите Себя Кто Ощущает Это удовольствие Или страх И таким Образом Продолжайте Садхану До тех пор Пока Не превзойдете Их Обоих Пока Вся Двойственность Не прекратится И не останется Только Реальность В том Что такое Случается Или переживается Нет Ничего Дурного Но вы Не должны Останавливаться На этом Например Никогда Нельзя Довольствоваться Наслаждением Лаи Временного Успокоения Ума Испытываем При подавлении Мысли Вам Следует Энергично Продолжать Исследование До прекращения Всей Двойственности Как Избавиться От Страха Что Такое Страх Это Только Мысль Если Существует Что-либо Кроме Атмана То есть И причина Для Страха Кто Видит Все Отдельно От Атмана Сначала Возникает Эго И Воображает Объекты Внешними Если Жега Не Поднимается То Живет Единственно Атман И Нет Ничего Внешнего Наличие Внешнего По Отношению К Себе Подразумевает Существование Наблюдателя Внутри Сомнения И Страх Будут Уничтожены Его Розыском Не Только Страх Но И Все Остальные Мысли Сосредоточенные Вокруг Эго Исчезнут Вместе С Ним Как Преодолеть Ужасный Страх Смерти Когда Этот Страх Захватывает Вас Разве Он Приходит Когда Вы Не Осознаете Своего Тела Как Например Во сне Без Сновидений Он Преследует Вас Только Когда Вы Полностью Бодрствуете И Воспринимаете Этот Мир Включая Собственное Тело И Если Вы Не Воспринимаете Их И Остаетесь Своим Чистым Я Как В Глубоком Сне То Страх Не Может Коснуться Вас Если Вы Проследите Страх Смерти До Того Объекта Утрата Которого Его Вызывает То Обнаружите Что Этот Объект Не Тело А Ум Который В Нем Функционирует Многие Были Бы Очень Рады Избавиться От Подверженного Болезням Тела И Всех Проблем И Неудобств Которые С Нем Связаны Если Бы Им Удалось Удостоиться Непрерывного Сознавания Ведь Именно Это Сознавание Сознание А Совсем Не Тело Человек Боится Потерять Люди Любят Существование Потому Что Оно Есть Вечное Сознавание Их Собственное Я Почему же Тогда Не Держаться За Это Чистое Сознавание Прямо Сейчас Будучи В Теле И Не Освободиться От Вся Кво Страх При попытке Остаться Без Мыслей Я Засыпаю Как Мне Избавиться От Этого Раз Вы Заснули То В Таком Состоянии Ничего Сделать Не Сможете Однако Во Время Бодрствования Старайтесь Держаться В От 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 Любых Мыслей Почему Надо Думать О Сне Даже Это Есть Мысль Не Так Ли Если Вы Способны Быть Без Мысли И Пока Бодрствуете То Этого Достаточно Ибо Состояние До Засыпания Продолжится После Пробуждения Причем С того Места Где Вы Остановились При Засыпании Пока Есть Мысли Об Активности Будет Так Же Сон Мысли Сон Две Стороны Одной Медали Не Следует Спать Слишком Много Или Вообще Обходиться Без Сна Спать Надо Исключительно Умеренно Чтобы Предотвратить Длительный Сон Следует Стараться Не Иметь Мыслей Или Челаны Движения Ума Должны Есть Только Сатвическую Пищу И только В умеренном Количестве Нельзя Предаваться Слишком Большой Физической Активности Чем Чем Больше Мы Сдерживаем Мысли Активность И Питание Тем Более Способность Сдерживать Сон Как Третьим 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 Даже Это Препятствие Должно Быть Преодолено Необходимо Достичь Конечной Ступени Самадхи Когда Искатель Становится Анандой Или Едином С Реальностью В таком Состоянии Двойственность Наслаждающегося И наслаждения Исчезает В океане Сад Читананды Или Атмана Поэтому Не нужно Стараться Навсегда Сохранить Состояние Блаженства Или Экстаза Последним Препятствием Медитации Является Экстаз Ибо Вы чувствуете Огромное Блаженство И счастье И хотите Остаться В этом Экстазе Не Уступайте Ему Но Переходите Дальше К следующей Стадии Великому Спокойствию Оно Выше Экстаза И Сливается С Самадхи Успешные Самадхи Вызывает Состояние Бодрственного Сна В котором Вы знаете Себя Как Постоянное Сознание Ибо Оно Есть Ваша Природа На самом деле Человек Всегда Пребывает В Самадхи Но Не Знает Этого Чтобы Познать Он Должен Только Удалить Все Препятствия Посредством Поэзии Музыки Джапы Пхаджан Песен Преданности Созерцание Прекрасных Ландшафтов Чтение Духовных Стихов И тому Подобное Человек Иногда Переживает Истинные Чувства Всеединства Является Ли это Чувство Глубокого Блаженного Покоя Где Нет Отдельной Личности Тем же Что и Проникновение В сердце О котором Говорит Бхагван Может ли Такая Практика Вести Ко все Более Глубокому Самадхи И Окончательно К полному Видению Реальности Когда Ум Воспринимает То Что Ему Нравится Это И Счастье И Оно Является Счастьем Присущим Атману А Другого Счастья Нет Оно Не Чуждое И Далекое Вы Погружаетесь В Атман При тех Обстоятельствах Которые Считаете Приятными Это Погружение Заканчивается Самосуществующим Блаженством Однако Цепочка Мыслей Ответственна За Перенос Этого Блаженства На Внешние Предметы И Происшествия Тогда Как Фактически Оно Находится Внутри Вас В тех Упомянутых Выше Случаях Вы Хотя Бессознательно Но Погружаетесь В Атман Если Вы Сделаете Это Сознательно С Убеждением Вытекающим Из Переживания Вашего Тождества Со Счастьем Которое Есть Действительно Атман Единственная Реальность То Вы Назовете Этой Реализацией Я Желаю Вам Сознательно Погрузиться В Атман То Есть В Сердце Я Практикую Садхану Вот Уже Двадцать Лет Но Не Вижу Никакого Прогресса Что Мне Делать Каждый День С Пяти Утра Я Концентрируюсь На Мысли Что Только Атман Реален А Все Остальное Нереально Несмотря На Почти Двадцатилетние Усилия В этом Направлении Мне Удаётся Сосредотвучиться Не Более Чем На Две Три Минуты После Чего Мысли Начинают Блуждать Для Достижения Успеха Нет Иного Способа Кроме Как Вести Ум Обратно Всякий Раз Когда Он Поворачивается Вовне И Устанавливать Его На Атмане В медитации Мантре Джапе Или В чём Либо Подобном Нужды Нет Ибо Все Они Наша Истинная Природа Требуется Только Перестать Думать Обо Всё Кроме Атмана Медитация Это Не Столько Размышления Об Атмане Сколько Отбрасываний Мыслей А не Атмане Когда Вы Бросаете Думать О Внешних Объектах И Предотвращаете Уход Ума Наружу Поворотом Его Вовнутрь И Фиксацией На Атмане Остается Только Атман Что Мне Делать Для Преодоления Посторонних Мыслей И Желаний Как Отрегулировать Жизнь Во имя Достижения Контроля Над Своими Мыслями Чем Больше Вы Становитесь В Атмане Тем Больше Будет Самопроизвольный Отток Посторонних Мыслей Ум Ничто Иное Как Связка Мыслей А Я Мысль Корень Их Всех Поэтому Когда Вы Поймете Кто Есть Это Я И Узнаете Откуда Оно Приходит Все Мысли Сольются С Атманом Регулирование Жизни Такое Как Подъем В Определенное Время Ванна Выполнение Мантры Джапы Соблюдение Ритуалов Предназначено Только для Людей Не Чувствующих Влечения К Самоисследованию Или Неспособных К Нему Но Для Тех Кто Может Практиковать Этот Метод Все Правила И Дисциплины Не Нужны Почему Несмотря На Повторяющиеся Попытки Ум Никак Не Повернуть Вовнутрь Это Совершается Только Постепенно С Помощью Практики Бестрастия Ум Напоминает Корову Которая Привыкла Длительное Время Безведома Хозяина Пастись На воле И Которую Нелегко Поэтому Приучить К Стоил Как бы Сторож Не Соблазнял Ее Сочной Травой И Другим Превосходным Кормом Она Сначала Отказывается От Них Затем Пробует Немного Но Срабатывает Внутренняя Склонность К свободе И Она Покидает Стоило При Повторных Попытках Хозяина Крова Привыкает К стойлу И В конце Концов Никуда Не Уходит Даже Если Ее Не Удерживать Подобное Творится И С Умом Если Однажды Он Найдет Своё Внутреннее Счастье То Ум Не Будет Блуждать Вовне Но Рази Не Существует В созерцании Модуляции Соответствующих Обстоятельствам Да Они Есть Временами Присутствует Какое-то Просветление И Тогда Созерцание Становится Лёгким А В другие Периоды Созерцание Невозможно Даже При Многочисленных Попытках Это Зависит От Действия Трёх Кун Сатва Раджас И Тамас Влияет Ли На Созерцание Активности Человека И Обстоятельства Его Деятельности Они Влиять Не Могут Только Чувство Делателя Картритва Будхи Создаёт Препятствия Для Медитации Мой ум В течение Двух-трёх Дней Ясен А затем На такой же Отрезок Времени Становится Совершенно Тупым И эти Периоды Чередуются В чём Дело? Всё Совершенно Естественно Это игра Сменяющих Друг Друг Чистоты Саттва Активности Раджас И Инертности Тамас О Тамасе Не Соживейте Но Когда Приходит Саттва Держитесь За неё И Берите Из неё Наилучшее Иногда Выясняется Что физическое Тело Не позволяет Устойчиво Медитировать Следует Ли Практиковать Йогу Чтобы Приучить Тело К Устойчивости Всё Зависит От Самскара Предрасположенности Человека Один Практикует Хатха Йогу Чтобы Излечить Болезни Тела Другой Доверяя Своё Лечение Богу Третий Использует Для этой Цели Сил Воли А Четвёртый Может Остаться Вообще Равнодушным К ним Но Каждый Из Четырёх Будет Упорствовать В Медитации Поиск Себя Есть Непременный Фактор А Все Остальное Носит Вспомогательный Характер Мои Попытки Сконцентрироваться Расстраиваются Сердцебиением И сопровождаются Тяжёлым Коротким И быстрым Дыханием Затем Набрасываются Мысли И ум Становится Неконтролируемым В здоровом Состоянии Сосредоточение Идёт Более Успешно И моё Дыхание Останавливается При глубокой Концентрации Долгое Время Я жаждал Воспользоваться Близостью К Пхагману Ради достижения Удачного Пика Моей Медитации А потому Приехал Сюда Преодолев Значительные Трудности Но Здесь Я заболел И не мог Медитировать А поэтому Испытал Депрессию Несмотря На Беспокоенность Коротким И быстрым Дыханием Я всё-таки Предпринял Решительные Усилия Для Концентрации Ума И хотя Частично Достиг Успеха Но это Меня Не удовлетворяет Приближается Время Моего Ухода Отсюда И я Чувствую Всю Большую Подавленность При мысли Об этом Здесь Я нашёл Людей Получивших Покой Медитации В этом Холле Тогда Как мне Не удалось Обрести Блаженство Такого Покоя Это Само По себе Действует Угнетающе Сама Мысль Я Не В Состоянии Сконцентрироваться Является Препятствием Почему Она Должна Возникать Может Ли Человек Оставаться Без Мысли Все 24 Часа В Сутки Мне Не Следует Медитировать Что Такое Часы Это Понятие Каждый Ваш Вопрос Побуждаем Мыслью Когда Бы Мысль Не Возникла Не Увлекайтесь Ею Вы Сознаёте Тело При Забывании Адмана Но Можно Ли Не Помнить Его Будучи Адманом Как Забыть Его Тогда Должны Быть Два Я Чтобы Одно Забывало Другое Это Абсурд А потому Адман Не Страдает В Нем Нет Несовершенства Он Всегда Счастлив Противоположное Противоположное Чувство Просто Мысль В Которой На самом деле Нет Постоянства Избавьтесь От Мыслей Почему Человеку Средует Пытаться Медитировать Будучи Собой Он Всегда Реализован Только Освободитесь От Мыслей Вы Думаете Что Состояние Здоровья Не Позволяет Вам Медитировать Нужно Проследить Источник Этого Уныния Ошибочное Тождествление Тела С Адманом Болит Не Я От Тела Но Ведь Не Оно Приходит И Сообщает Вам Что Заболело Это Вы Говорите Так Почему Потому Что Неправильно Отождествляете Себя С Телом Тело Само Есть Мысль Будьте Тем Кто Вы Есть На Самом Деле Для Уныния Никаких Причин Нет Пред Пред Предположим Что Медитация Нарушается Например Укусами Комаров Следует Ли Упорствовать В ней Пытаясь Терпеть Укусы Игнорировать Эти Помехи Или Прогнать Комаров И затем Продолжать Медитацию Делайте То Что Сочтете Наиболее Подходящим Вы Не Достигнете Мокти Просто Отогнав Насекомых Прочь Задача В том Чтобы Добиться Однонаправленности Ума А После Этого Мана Наши Разрушение Ума Вам Решать Как Это Сделать Принимая Укусы Или Отгоняя Комаров При Полной Поглощенности Медитации Укус Не Чувствуется Но Пока Эта Стадия Не Достигнута Почему Бы Не Прогонять Их Говорят Что Практики Медитации Получают Новые Болезни Во Во всяком Случа Я Ощущаю Какую-то Боль В спине И Груди Утверждают Что Здесь Божественное Испытание Не Может ли Пхагван Разъяснить Это И сказать Есть ли Тут Правда Нет Пхагвана Вне Вас А Потому Нет И Назначенных Свыше Испытаний Ваше Представление Об Испытании Или Новой Болезни Как Результат Духовной Практики В Действительности Есть Напряжение Играющее На Ваших Нервах И Пяти Чувствах Ум Который До сих Пор Действовал Через Наде Тонкие Нервы Поддерживая Связь Между Собой И Органами Восприятия Чтобы Чувствовать Внешние Объекты Теперь Требует Выхода Из Связи А Это Действие Ухода Естественно Приводит К Напряжению Растяжению Связок Или Разрыву Сопровождающемуся Болю Некоторые Называют Это Болезнью А Другие Проверкой Со Стороны Бога Все Эти Боли Уйдут Если Вы Продолжаете Медитацию Направляя Ум Только На Постижение Себя Или На Самореализацию Нет Лучшего Лекарства Чем Это Непрерывная Йога Или Союз С Богом Или Атманом Боль Неизбежна Как Результат Отбрасывания Васан Умственных Склонностей Которые Вы Столь Долго Имели Как Лучше Всего Вести Себя С Желаниями И Васанами Если Хочешь Отбросить Их Удовлетворять Или Подавлять Если Можно Избавиться От Желания Удовлетворив Его То Нет Вреда В Утолении Данного Желания Но Желание Обычно Не Искореняется Удовлетворением Такая Попытка Похожа На Тушение Огня Подливанием В него Легковоспламеняющегося Спирта В то же Время Надлежащее Лекарство Ненасильственное Подавление Ибо Оно Рано Или Поздно Приведет К сильному Растанию Потребностей С Нежелательными Последствиями Правильный Способ Оставить Желание Состоит В том Чтобы Найти У кого Оно Возникает И Где Его Источник Когда Это Обнаружено Желание Искореняется И Никогда Снова Не Возникает Не Растет Потребности В еде Питье Сне И Естественных Отправлениях Хотя Их Также Можно Назвать Желаниями Удовлетворяйте Без Опасений Они Не Насаждают Вас Он Который Делают Необходимым Последующее Рождение Эти Активности Как раз Обязательны Для Жизни И По всей Вероятности Не Будут Развивать Или Оставлять Васаны Или Склонности Поэтому Как правило Нет Ничего Вредного Удовлетворения Желания Когда Это Желание Не Ведет К Новым Творя Васаны В Уме Есть Есть ли В Практике Медитации Какие-нибудь Признаки Касающиеся Субъективного Опыта Которые Укажут На Продвижение Искателя К Самореализации Степень Свободы От Нежелательных Мыслей И Степень Сосредоточенности На Единственной Мысли Являются Мерами Оценки Прогресса Продолжение следует